Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хочу вам рассказать об очень интересном приложении и называется это приложение 1998 Cam. Ну а также я отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Ну а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, но каждое приложение есть подобное. Ну а также, перед началом самого видеоролика, хотел вас попросить подписаться на мой канал, ведь я меня смотрят больше из аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну а мы начинаем. Итак, при входе в приложение открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. Ну а также отмечу, что хотел бы начать с самых основ вообще, чтобы вы в принципе все понимали, вопросов у вас дальше никаких не было. То есть, вот у вас есть внизу такие раздела, как таймер, то есть вспышка, сетка, тоже довольно-таки прикольные такие раздела, которые вам помогают. Вы можете их отрегулировать и настроить под себя. Также имеются фильтры. У фильтров вы также можете повышать или же понижать интенсивность, просто перетягивая ползунок. Вообще, что такое фильтры? Фильтры это определенное наложение на вашу фотографию, яркость, контрастность, насыщенность теней, цветов и всего в этом плане. То есть, это есть фильтр. Есть также настройки. В настройках вы можете подредактировать некоторые возможности, чтобы, либо же такие как, то есть, зеркалить там и так далее. Всякие настройки вы можете тоже посмотреть, если вам это будет действительно интересно. Дальше. То есть, тут можно сделать поворот камеры в правом верхнем углу, либо же изменить формат, сделать его на фулл, квадратный или же, вот как у меня, допустим, фулл режим. Сейчас добавим фотографию. Тут также можно наложить на любую фотографию определенный фильтр. То есть, сделать это довольно-таки интереснее. Также есть своя премиум-версия этого приложения. То есть, вот, как-то так. Это все делается довольно-таки просто и никаких тут вообще проблем особо-таки возникать не должно. То есть, у вас тут есть различные вот такие вот наложения крутые. То есть, кому-то может они пригодятся. Можете самостоятельно отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность. Все, в общем-то, в этом плане. Сделать это достаточно-таки быстро. Если вы понимаете, что вы все сделали, то есть, больше вам ничего добавлять не надо, то просто в правом верхнем углу нажимаете кнопочку сохранить и все. У вас сохраняется ваше изображение. Трудностей, думаю, возникать у вас тоже не должно. Но, в принципе, если вдруг кто-то из вас что-то не понял, пишите в комментариях, либо же мне в ВКонтакте. Ну, а на этом я буду завершать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто досмотрел до самого конца. С вами был ProGamer. Всем до новых встреч, друзья. Увидимся в следующем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok